Добрый вечер! Последние годы, а уж особенно последние недели, мы много говорим об исламе, много слышим, а стало быть, много говорим. Что только мы о нем не говорим. И в телевизионных студиях, и в редакциях газет, что затем находит отражение на их страницах, и вот даже в курилках, даже на собственных кухнях. Давайте спросим себя, мы выносящие решения, а что мы, собственно, знаем об исламе? Не безграмотны ли мы в своих представлениях об этой самой молодой из мировых религий, между прочим, имеющей почти полтора миллиарда приверженцев во всем мире. Позвольте употребить вот наше сегодняшнее с вами эфирное время на то, чтобы иметь возможность расспросить человека, кто, собственно, об исламе имеет право говорить больше, чем кто-либо. Это имам мемориальной мечети на Поклонной горе, выпускник наиболее уважаемого в исламском мире Каирского университета Аль-Хазгар, ну, уважаемый имам скажет это лучше, Шамиль Хазрат Аляуддинов. Этот весьма молодой человек, пусть не оставляет у вас обманчивое впечатление молодость, а стал быть, ну, как сказать, не оптимизм, это не так, проповеди уважаемого имама Шамиля собирают много прихожан, они известны и уважаемы во всем исламском мире, позвольте вас здесь приветствовать и позвольте задавать вам любые самые острые вопросы. Ну, конечно, представили у меня очень так основательно и чуть ли не на весь такой исламский мир и вообще, но в любом случае, как всегда говорится, оставило, упаси позже от чего-то такого очень высокого, но ко всем вопросам я готов. Хотелось бы прежде всего представить ислам в том виде, как его любят и знают все, кто интересуется, кто считает близким для себя духовный путь искания человечества. Вот, например, мало мы понимаем, что заложена была провокация в наше отношение с исламом, не исламского мира, неверным переводом вот какой догмы. Мы с детства знаем, что мусульмане считают, нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммед, порок его. Ведь это перевод нечестный. Возможно, тот, кто так перевел эту тезу исламскую, глядишь, и хотел вбить филологический кол между нами. Ведь как это звучит на арабском? Иль-Аллах, иль-Аллах. То есть в обоих случаях одно и то же слово – Аллах. Практически да-то. В том числе и дело, что пророк, имея возможность изучить предыдущие этапы духовных исканий человечества, пришел к выводу, несмотря на множество религий, нет Бога, кроме Бога. И это весьма толерантная, веротерпимая установка, которая бросает свет на многие-многие дальнейшие размышления пророка. Не так ли? Ну, понятие Бога, наверное, как говорят, очень часто в душе каждого есть понятие Бога. Что касается нет Бога, кроме Аллаха, то это в большей степени мы получили наследство от института атеизма, который правил достаточно так, порядка 70 лет. До этого, если брать с Россией, то есть в России ислам появился еще до христианства, если брать современные ее границы. И в немалой степени до революции для многих коренных народов России ислам ассоциировался больше с родной культурой и с родным языком. И поэтому у мусульманских народов обычно Аллах, как бы и говорится, то есть понятие Бога. Но вот переход на русский язык, он немалой степени прошел через призму атеизма, которая в основе своей ставила целью дискредитировать как православие, так и ислам. И тем самым дать людям новую религию, что и не получилось. Но сегодня люди постепенно подходят и, конечно же, ля-иляха, то есть нет Бога, божества, илля Аллах. Аллах суть чем? Само слово состоит из двух частей. Определенный артикль и слово, опять же, Бог, божество, то есть определенный Бог. То есть то уже в дальнейшем это раскрывается и в Коране, высказываниях пророка, Богу присуще то, что присуще только Богу, и все знания, и все мудрость, и то, что он ладыка всего и вся, творитель всего и вся, создатель, творец. И опять же в Коране говорится, ля-исы ке-мит-ли-хи-шэй, нет ничего подобного ему. Он человеческим разумом, сознанием просто невообразим. Можно ли, однако, кстати, вот на чем строится, требование освободить свое желание как-нибудь изобразить Аллаха? И уж далее вы потом, наверное, нам еще расскажете, отчего нельзя изображать также и пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Нет, понятие сучу, то есть этапность развития духовной мысли человечества, тем более такие известные там, но уже от них ничего не осталось, от Ной, например, или от Авраама, основных таких положений не осталось, то, что ими было завещано. Но если брать Моисея и Иисуса, Мухаммеда, после них остались эти основы. Но где-то с течения веков, где-то что-то деформировалось, где-то что-то где-то от основной середины отходило. И здесь тонкость того, что изображение как таковое, изображение живого, во что можно было бы, если возможно было бы, вселить душу, то есть портреты, изображение этого в основе своей канонически запрещено. И когда мне говорят, ну вот там в Арабском мире или там в Саудовской Аравии огромные портреты королей, там принцев, я говорю, ну, то есть, ну, любое, наверное, расскажет, понимаете, в любом случае, люди, как таковые, там, курение запрещено, да, люди курят, выпивать – запрещено. Порой человек, там, верующий, но выпивает. И, понятное дело, что абсолютно всего придерживаться, там, в полной мере не всякий сможет, но суть не изображать живое, здесь даже не говорится о Боге, о людях, чтобы они, эти люди, постепенно последующими поколениями не были обожествлены. И в данном случае это касается в большей степени пророка. То есть пророк, он выполнил свою миссию, и все, его изображения нету. Он дал определенные знания, определенные основы, мирские, вечные. Все, он свою миссию закончил. Как представляется Аллах в исламе, это не антропоморфная личность? Ну, то есть это не Кришна, например, который играет на флейте в виде пастушка? Не-не-не, никак не представляется, как я сказал в Куране. В Куране четко говорится, нет ничего подобного ему. То есть он абсолютно никак вне материи, вне ощущения, вне воображения. То есть человек, человеческий мозг не в состоянии, каких бы высот не достиг, не в состоянии его постичь и вообразить, представить себе. И очень часто в Куране, в то же время, параллельно с этим в Куране часто очень проходит, посмотрите на это, посмотрите на это, на моря, на животных, на природу. То есть все это указывает на то, что он один, все указывает на то, что он есть. Тем не менее, в человеке мы можем увидеть проявление Аллаха, да или нет? По сути своей человек, понятное дело, проявление Бога, проявление Творца, Аллаха есть во всем. Человек это просто-напросто, как сказать, в основе своей они минимально так, то есть в малых размерах, те высокие качества, которые присущи только Богу, но на человеческом уровне. То же самое милость, то же самое где-то знание, слышимость, видение, то есть Богу присуще абсолютное, то есть он обо всем осведомлен, безгранична его мудрость, безгранична его щедрость и милость. Но человек, вот эти высокие те или иные качества, которые Богу присущи в безграничной форме, для человека необходимо, чтобы он, по сути своей, как человек верующий, стремился к этому, опять же, кафур Всевышний всепрощающий. И очень часто говорится в Коране о том, что человек должен быть, пусть даже есть понятие зуб за зуб, глаз за глаз, но всегда проговаривается лучше простить. Лучше простить. В христианстве есть, мы далеки от того, чтобы сталкивать конфессию, но все же в христианстве принято понимать, что человек создан по образу и подобию Божию. Пророк иначе трактует, да? Ну, опять же, как это нами понимается и как это трактуется в христианстве, я думаю, разные вещи. Наверняка уж понятное дело, что Бог не есть подобие человека. Здесь немножко по-другому трактуется, то есть какие-то качества. Не две руки, две ноги, а скорее качество. Да, качество больше касательно христианства. И, в общем-то, здесь абсолютно такого по образу и подобию такого нет абсолютно. И просто-напросто, опять же, есть понятие, одним из столпов веры, шести столпов, является вера в то, что есть мир ангелов. Ангел сотворены из света. Есть понятие джины, сотворены из огня. Вот. И, опять же, те же самые ангелы, они, указывая на могущество Творца просто, то есть неописуемо огромных размеров, если материализуются. Поэтому здесь вот основные три мира, которые упоминаются в Коране – люди, джины, параллельный мир, ангелы, параллельные миры, не пересекающиеся между собой. Джины – это отрицательные сущности? Нет. Мир джинов, как таковой, но даже те или иные формы колдовства, где-то, когда говорят людям об их прошлом и так далее, то есть это связано с джинами. То есть некоторые могут эту лазейку между мирами найти, но обычно это, канонически это запрещено. И подобные или нет, отрицательные или нет – нет. То есть среди джинов есть также понятие верующий – неверующий. Среди джинов есть неверующий? Да. Верующий – неверующий. Как и среди людей, точно так же. Крайне важна проповедь любви, которая содержится в светлом учении пророка, и именно эту проповедь почему-то мы как-то менее осведомлены о ней. Вот, в частности, в одной из книг, посвященных исламу, я вычитал такую притчу. Была в истории ислама почитаемая философ, женщина по имени Рабия, вам скорее известно, как ее звали, как-то спросили, «Рабия, вы ненавидите дьявола?» И она ответила, «Моя душа настолько наполнена любовью ко Всевышнему, что в ней уже просто нет места для ненависти, пусть даже и к дьяволу». Вот это идеальная выкройка исламского мировоззрения. Согласен, но, опять же, люди все разные. И с точки зрения Курана и высказываний пророка учитываются абсолютно разных времен, разных поколений, разных взглядов, разных менталитетов. То есть, нет того, что все вот такие одинаковые должны быть таковыми. И поэтому здесь, то есть, Рабия Адавияна до какого-то уровня, тем более сформулировав какой-то такой духовный свой уровень, дошла до этого уровня. Но, например, опять же, есть немало характеристик в Куране, кто есть верующий. И, например, там есть аят то, что когда их охватывает гнев, они прощают. То есть, есть понятие гнева как таковой. То есть, человек, он не может удалить из себя теленые отрицательные качества. Суть его в том, что он эти отрицательные качества регулирует. Опять же, например, есть высказание пророка о том, что верующий человек, то есть, сильный человек верующий, это тот, который управляет самим собою в порыве гнева. То есть, у него нет того, что он удалил его от своего гнева. То есть, у него это есть, но вера ему, разумения позволяют, помогают управлять этим. У нас уже, Шамиль Козрат, имеется звонок. Давайте услышим, что говорят телезрители. Это поможет нам точнее ухватить, что их интересует. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. У меня вот такой вопрос к гостю. Откуда вы, извините, пожалуйста? Я из Балашины. Да, да. У меня вот такой вопрос к гостю. Если во всем мире существуют свои правила в каждой стране, если в каждой стране эти правила нарушаются, не говорит ли это о том, что во всем присутствует какая-то нецивилизованность? То есть, даже по отношению к исламскому миру. Неуважение собственных законов собственной страны. Спасибо. Ну, я не совсем понял вопрос, но... Вы поняли вопрос? Я могу только постараться. Мне кажется, что уважаемые зрители спрашивают о том, что существует просто нецивилизованность. И вот она виной тому, что попираются законы и попираются нормы веротерпимости в отношении исламского мира. Да и в самом исламском мире только цивилизованность или культура человека может быть критерием того, соответствует он исламским постулатам или нет? Вот, наверное, если я правильно понимаю. То есть, опять же, есть одно первое неиспосланное слово, если брать коронический текст. Это читай с именем Господа твоего, который сотворил. То есть, и чтение, пока до сих пор, хотя уже много времени прошло, и появились и компьютеры, и телевидение, все равно чтение не отдает своих позиций, достаточно высоких. Люди читают. Даже в интернете люди все равно читают, приобретают какие-то знания. И здесь согласен с тем, что, например, на сегодняшний день богословы всего мира, мусульманские богословы в разных уголках земли, в мечетях периодически говорят о том, что на сегодняшний день те духовные и практически постулаты, которые есть в исламе, очень мало практикуются. То есть люди порой говорят даже, например, человек может рассуждать о высокодуховном, но курить. То есть вещи. Человек может рассуждать о религии, выпивать порой. То есть нет процесса того, что человек прививает к себе то или иное правильное, он на самом деле стремится не философствует, не разлагольствует, а он стремится к чему-то большему. Поступками. Фактическими, да, работая над самим собой. Что касается законов, то понятное дело, что, ну опять же, если брать вот понятие шариат, не шариат, к сожалению, но восприятие, наверное, последние десятилетия в мире, восприятие славы больше через, ну тем более для России славу, по-моему, это закончилось. Я однажды оказался в Башкирии, в одном из городков небольших, там была мечеть. Люди пришли пообщаться, пожилые люди. И это было, наверное, лет пять назад, тогда постоянно показывали Чечня, Чечня, Чечня. И вот постоянно головы, 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 чуть ли не одни и те же кадры, много раз по телевидению. Дедушка мне подошел, пожилой такой дедушка, говорит, знаете, вы там в Москве, вы что-нибудь сделаете. Мы, говорит, с русскими, там, сотни лет живем бок о бок. У нас никаких проблем нет. Зачем нам постоянно по телевизору показывают какие-то там рубленые головы, зачем это делают. То есть, и все это под контекстом шариат, не шариат, но слава Богу, вот, по-моему, последний год более-менее, то есть, в верхах, где-то на разных уровнях люди начали немножко вообще понимать, изучать, представлять какую-то перспективу, что вот те или иные там бандитские формы проявления каких-то вещей или какие-то интересы, то есть, им не нужно давать, тем более, через СМИ какой-то ход. Нужно, наоборот, пропагандировать то, что положительный, что на самом деле есть. Меня тронул ваш рассказ о том, как кто-то из духовных лиц исламских тоже был в школе в Беслане. Вот, расскажите, пожалуйста, это зрители. Это просто, нет, это был один из прокуроров на Кавказе, недуховных лиц, он сам прокурор, он раскрывал, он сам верующий человек и пять... Мусульманин. Да, мусульманин он, и молится, и постится, и все, то есть, не пьющий, то есть, религиозно практичный. И в то же время, ни один теракт он раскрывал, и он сам, как бы, удивлялся, общаясь с молодыми людьми, когда, то есть, вот, что с людьми происходит, он сам, как верующий, не мог понять. То есть, что нужно сделать, чтобы человек пошел на, явно, с точки зрения религии, абсолютно преступный поступок. То есть, человек, совершая это, заслуживает прямую дорогу в ад. А вот, хотя у нас в газетах пишут, что вот там, чуть ли не рай им прописывают в наших газетах. Так как это шахиды, так как это джихад. Так как это шахиды, так как это джихад. Но, на самом деле, это, с точки зрения канонической, это бандитизм. А бандитизм, по четко по бандитизму есть аят в Коране о том, что три формы, такие люди заслуживают или три формы. Одна из трех форм смертной казни, или же полная изоляция от общества. Тот, кто убил, не убил. Тот человек, который посягает на имущество, или же жизнь другого, любого, верующего, или же неверующего. Абсолютно. А, так как даже на представителя другой религии? Даже на представителя другой религии. Вот. И поэтому все вот эти вот трактовки, где-то такие подходы, или выдернутые цитаты, к сожалению, и тем более, ну, как одно время один руководитель спецслужб российских алгоритм, говорит, уже года два, наверное, три, говорит, уже в России, вам, говорит, просто только ленивых нету спецслужб, которые хотели бы разрушить наше, разрушить наше государство. А так, говорит, все представлены. И вот тот человек про Беслана, он говорит, нас спустили только на утро в здание. И, ну, конечно, такая очень тяжелая ситуация, там же основная стена, которая упала, люди, дети, стена, к которой они все подошли, которая, в общем-то, обстреливалась и свалилась на них, убила их. Он говорит, вот то место, где дети мертвые, а там же были и мусульмане, и христиане. Опять же, телевидение показывало только кресты, кресты, кресты. Хотя там примерно одно и то же было, что мусульманские, что христианские. Даже по именам, по фамилиям. Но суть, он говорит, вот я, как верующий зашел, там, где дети, воздух как будто ионизированный. То есть чистейший горный воздух. Но там, где боевики, он говорит, ты, наверное, Шамиль сам видел по телевизору, когда показывали, люди проходить рядом не могут. То есть воняет просто так, от скотины так не пахнет. То есть люди, опять же, с точки зрения религиозности, на самом деле, так и есть. То есть человек, те же самые дети, верующие они. То есть, из какой бы они семьи не были бы, до совершеннолетия, они все верующие в Бога. У них есть духовное начало, которое у человека есть с рождения. И они невинными ушли из жизни. Тем самым, эта вот чистота, она выходит вот в этом проявлении. Человек же грешник, когда он умирает от него, как бы, как он жил, так и, в общем-то, его и уход из жизни этим же сопровождается. То есть, очень неприятным, таким зловонным запахом. Давайте поговорим по телефону. Шамиль Хазрат. Алло. Здравствуйте. Уважаемый Шамиль, я православный. И мне хотелось бы... Да, я изучал, прежде чем стать православным, стал я... Я крестился достаточно взрослым уже. Вот, изучал Коран тоже, другие религии. В Коране я находил очень много такого, что было мне понятно и приятно. Но в связи с тем, что все же православие – это вера моих предков, я православным крестился. Вопрос у меня к вам такой. Поскольку, сказать, Бог один и у православного христианства, и у Корана Бог один, Аллах один только называется. Поскольку Аллах, Аллея – это общие, общие. Ну, понятные такие названия. Ну, поскольку ислам, как я понял, он родился как протестный против, ну, предательства людей по отношению к первородству. Вот, через 300 лет после христианства. 600. Вот. И в откровениях Иоанн, например, сказано, все злословие тех, которые называют себя иудеями, а они не таковые безборища стаминская. Как вы считаете, что православное христианство и Коран, в общем-то, которые мирно и дружно жили на всей территории России, ну, и в советское время никаких противоречий не было? Ну, отличие только, может быть, в обрядах, которые мы, скажем, для каждой проводим, скажем так, тогда, когда поклоняемся общему, в общем-то, Богу. Вот, есть ли основания какие-нибудь у других народов, кроме мусульман России, противоречия с православным христианством? Спасибо. Ну, в любом случае, то есть, если брать коранический текст, то христиане, иудеи прописываются как ахлю-китаб, то есть люди писания. Они идут такой отдельной статьей, и опять же, в Коране говорится, что . То есть, ты увидишь, что самыми любимыми, самыми близкими к верующим являются те, которые говорят, воистину, мы христиане. И в конце это говорится . Потому что среди них есть священники и есть монахи, и потому что они невысокомерные. В этот момент высокомерности тоже очень важная тонкость, то есть, вот, диалог где-то между людьми и между религией, когда люди так на равных все-таки друг другу, уважая, обсуждают ту или иную тему. Что касается ислам, то есть, вот, что-то было по поводу, там, иудаизма. Что ислам родился как форма протеста против каких-то политических, видимо, априалий и тогдашних лет. Суть в том, что я сам в свое время, когда еще в школе учился, взял однажды книжечку, называлась такая «Ислам. Библиотеки» 1956 года издания. Толстая книга, половина книги была о том, как вот унижена-принижена женщина, что там не нужно чадру одевать и так далее, и так далее, и так далее, это вредит коже, и так далее, и так далее. А вторая часть, чадры, вообще такого понятия в исламе нету. Вот, есть хичаб, то есть, как бы, женщина может хоть от, я не знаю, там, Дольче Габану, хоть Диора, там, кого угодно, то есть, насколько бюджет семейный позволяет, она может одеваться современно, но в то же время закрываются все части тела, не просвечивается, не облегает, кроме лица и кисти и рук. Вот, но и вторая часть была о том, что вот там, у какого шаха, у какого султана было сколько жен. Опять же, как бы все это билибердать, то есть, у кого сколько бы там невольницы или жен не было бы, это им за эти грехи отвечать. Вот, но я к чему? К тому, что в немалой степени российское востоковедение, оно взяло начало свое в европейском востоковедении. А европейское востоковедение, особенно Англия последние века, у них было, то есть, может там 500, даже больше 500 лет, если вспомнить андалюсию, которая была вырезана христианами того времени, то есть, ну, дикими, в общем-то, европейцами того времени, процветающая андалюсия сегодняшняя Испания была просто вырезана. И суть в том, что вот эта вот вражда и именно изучение друг друга как врага, а не как друга, это тоже перешло и на территорию России, российское востоковедение. Поэтому здесь говорить о том, что что-то прописывается адекватно или же соответственно, довольно сложно. Но если кратко о том, что, то есть, не столько политика, сколько понятия, вот очень часто они проходят, понятия язычества. То есть, не приравнивать ничто к уровню Бога. Бог, он один, Бог, он един, он создатель, он творец и так далее, и так далее. Все то, что только ему присуще, но ничто другое на его уровень не поднимайте. Ни пророка, никого другого, ничто. А что за религия господствовала в то время, как пророку был неспослан Коран? Если брать там, где он находился, с учетом того, что он не умел ни писать, ни читать... Пророк был без грамоти? Без грамоти, да. То есть, это даже абсолютно, так сказать, не мусульманин, изучающий ислам, как бы в любом случае скажет, что это на самом деле так. То есть, это не мусульманин придумали. Вот. Без грамоти он абсолютным образом и господствовал. То есть, по сути дела, у арабов в большей степени были среди них христиане, были иудеи, не в большом количестве так уж, были последователи Авраама, заповеди Авраама. Но в большей степени это было все-таки язычество, то есть, языческий полост. Правда ли, что у пророка был наставник христианин? Ну, если это имеется варака, то есть, родственник по линии его жены, то он был не наставником, а просто с приходом с первых откровений, когда пророк был напуган появлением архангела Гавриэла, на арабском Гавриэлу, больше так, на славянском. То есть, в этом случае, туарака, то есть, родственник его по линии супруги, он был очень грамотным христианином. И он просто успокоил и сказал, что то же самое, такая же ситуация была и у Моисея, и у Иисуса. То есть, не беспокойся ты там, не какое-то там, что-то такое злое видение тебе пришло. И пророк перечисляет 126 пророков, которые были до него, не так ли? Из разных разных... Не перечисляет, просто в одном из высказываний своих оговаривает то, что за всю историю человечества было порядка 126 тысяч пророков и посланников Божьих, да. Но если в Куране, если брать коранический текст Курана, с учетом того, что там не берется вся история, а то, что назидатель для последующих поколений, то там упоминаются только имена порядка 25 пророков и посланников Божьих. И они относятся ко всем конфессиям. Конечно. И к иудейской конфессии. Муса, Моисей, Иса и Иисус. Безусловно. Стало быть, протестов здесь, пожалуй, не падают. Нет, просто как бы элементарное продолжение. Но протесты, они как обычно бывают из-за того, что когда в настоящем миру между людьми какие-то межличностные отношения нарушаются или какие-то интересы сталкиваются, и получается, что люди прикрываются тем или иным. А кто-нибудь из буддизма вошел? Я не знаю. Но если брать то, что на сегодняшний день… Вот я порой удивляюсь. Люди, когда становятся… Вот не были мусульманами, становятся мусульманами. Я говорю, послушайте, в России за последние 10 лет ну столько плохого говорилось об исламе мусульманам, что все и террористы, и то, и другое, и просто ну все, что только можно плохое сказать. Чего же вы там такое нашли? Поэтому, то есть если брать вот географию… А что же они отвечают? Они отвечают, что… или же у кого-то компаньон, у кого-то знакомый, у кого-то родственник, или кто-то сам изучал, что-то для себя открыл. Обычно уже в зрелом возрасте все это происходит. Но суть, если брать географию, даже в той же самой Японии, в Токио есть огромная мечеть. В Москве такой нет мечети. Вот. Я не говорю там про Лондон, где там сотни с лишним на мечети, или про тот же самый Париж. Но в любых уголках земли, с учетом того, что тогда средств массовой информации не было, и информация так постепенно и очень быстро распространилась, и везде осела. И даже если брать практически, как я обычно говорю, если бы, как говорят, ислам двигался огневым мечом, если бы он двигался огневым мечом, что от христоносцев осталось в сегодняшнем Рамском мире? Но, уважаемый Шамиль, можем ли мы с вами быть уверены, что во всех этих мечетях, в одном Лондоне их сотни, а в Японии, в Токио, предположим, одна, но такая, как и в Москве, нет, уверены ли мы с вами, что все абсолютные мамы всех мечетей в мире точно так же проповедуют ту самую толерантность и веротерпимость, которая заложена в словах пророка изначально? Нет, везде по-разному. Опять же, если брать менталитет арабский. Например, он на сегодняшний день накален достаточно. То есть, опять же, он про тот же самый араб в Англии. Он не будет там говорить в английском стиле, он будет говорить немножко в арабском стиле. Вот. Поэтому, ну опять же, например, очень часто один из проповедников интерес сказал, говорит, где там есть сеть игорных заведений, по-моему, в Европе. Эту сеть называют чуть ли не Мекка, потому что там очень много выходцев из мусульманского мира там просаживают свои деньги. То есть, проблем как таковых везде самых разных и немало. И опять же, если брать менталитет арабский, менталитет европейский, то есть, у них вот понятие некоторого такого противостояния, та же самая Америка, она сама как бы своими поступками вызывает какое-то противостояние. Хотя, например, сегодня, когда говорят про вот карикатуры все моменты, то, если представить себе, то есть, вот реально, даже по самым низким оценкам, там, миллиард 300 миллионов, 400 миллионов в мире мусульман самых разных, выходит на улицы, здесь там несколько тысяч вышли, покричали, поворали, здесь еще. И то, опять же, это немножко так подогревается, как у нас там в свое время, когда какая-то ситуация была, там, закидали краской американское посольство, там, кидали что-то там. То есть, вот, проявление, да, проявление каких-то эмоциональных действий со стороны толпы нельзя это все сразу спроецировать на всех. Шамиль Хазрат, мы подошли к чрезвычайно горячей теме и от философских размышлений подошли к самой практике, но на этом самом месте позвольте отдаться рекламе. Смотрите, самую актуальность будем обсуждать с вашим позволяем только после рекламы. И так добрались мы с вами, как вы помните, с уважаемым имамом Шамилем до карикатур. Неужели вам не надоели эти карикатуры и все, что с этим связано в течение дня? Ну, знаете что, у нас есть звонок. У нас есть звонок. Алло. Алло. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый вечер. Откуда вы? Уважаемый Шамиль, вот будьте добры, что вы думаете по поводу такого мнения? Вот сами себе учения христианства и ислам – это прекрасное учение о любви, дружбе и всем самым лучшим, что может быть. Вот. Ну вот, ортодоксальные церкви, вернее, духовенство этих ортодоксальных церквей, таких как православие, ислам и католичество, всегда использовало эти учения с целью захвата власти, удержания этой власти и обретения мирового господства. Причем правительство стран, в которых ездили эти церкви, всегда поддерживали это духовенство ортодоксальное, потому что оно помогало им удерживать власть. И вот, например, в Европе протестанты реформировали столичество, и в результате появились страны, где протестанты, как протестантская церковь, которые достигли наибольшего прогресса в мире, там самый лучший уровень жизни, люди абсолютно не агрессивны, ни с кем не хотят воевать, и вообще являются собой пример для всего прогрессивного человечества. Вот. Не кажется ли вам, что стоило бы реформировать православие, ислам, но католичество уже реформировано, и тогда вообще проблемы-то исчезнут они к себе. И никто не будет использовать принцип «разделяя власть» целью, как бы, удержания власти. А что, по-вашему, нужно было бы в исламе реформировать, дорогой зритель? А, ну, во таком случае, хотя бы нужно было признать ту точку зрения, что вообще можно что-то менять, потому что, например... А что менять вот именно? Там же такое, что ничего нельзя менять. Вот всё как есть, и даже не заикайте насчёт того, чтобы менять. А, и на самом деле, на мой взгляд, духовенство должно всё стать монахами. Или они должны заниматься там, молиться за всех. И вот это и есть главное, что нужно менять в исламе, на ваш взгляд, да? Что вы говорите? Вот это самое главное, что нужно менять в исламе. Это гедонизм духовенства исламского, да? Да, в первую очередь, конечно, на мой взгляд, духовенство должно быть монахами. А во-вторых... А признак того, что... А признак того, что... Он вообще был за бедных, всё время бедным помогал, и тем говорил, что... Нужно любить, даже своих врагов надо любить. Но так же, как и Иисус Христос. И вот тот факт, что люди с именем пророка на устах идут на войну, вы видите в этом главный признак того, что надо что-то менять в исламе, да? Конечно, конечно. Спасибо большое. Ну, суть в чём. Во-первых, я сам выпускник шариата именно... факультета именно шариата. Шариат изучал. Я знаю, что это такое, насколько это... Обычно люди воспринимают, что... Ну, шариат — это что там? Рубят руки, отрубают головы и так далее. А, по сути дела, это очень гибкая система, на самом-то деле. Канонически всё это очень чётко выстраивается. И всегда по каждому пункту. То есть, невозможно сказать, что вот на все вопросы, которые появляются, есть абсолютно в Коране или в хадисах есть ответ. Но есть общие формулировки, правила, основы какие-то, общественные основы, канонические, которые дают характеристику тому или иному новому явлению. И здесь вот реформирование, такого процесса реформирования он всегда был, он всегда есть. Что касается последних веков, то просто-напросто получилось так, что первые тысячи лет примерно мусульмане были на подъеме. Если посмотреть историю этих времен мусульманских... На экономическом подъеме? На подъеме вообще. Ну, в плане культуры, экономики, там, науки. Открывали новые знания, делали новые знания. Да, просто даже энциклопедических словарь посмотреть, там, имён очень много. Но последние, там, четыре века пошли на спад. Особенно последние два века. Спад. Можно сказать, там, что под влиянием, там, где-то захватнических, там, воин со стороны Англии, там, Европы, ещё что-то. Ну, история, она такая, тёмная очень, сложная вещь. Но, в любом случае, здесь, в исламе, есть всё для того, чтобы достигать самых высоких высот. Но люди даже, когда на таких простых уровнях, как курение или же спиртное, не хотят работать над собой, понятное дело, что ему дойти до высшей математики, до каких-то высоких открытий или же каких-то высоких благородных созиданий, ему довольно сложно. Он не может разрешить маленькую проблему касательно самого себя или же даже просто элементарно благонравным воспитанием своего ребёнка. Поэтому, здесь такой процесс, он, общечеловеческий, приторможенный. И даже, если брать Европу, всплеск развития был после войны. Когда люди всего лишаются, та же самая Япония, они начинают подниматься. У мусульман, получается, у них многое было за тысячи лет, но есть, можно и пойти на спуск. Поэтому, здесь это природа и общество, и человека различие. Что касается монашества, пророк четко и ясно проговаривал. Четко и ясно слова. Нет монашества в исламе. То есть, понятия монашества абсолютно в исламе, такого просто нет. Человек любой, духовное лицо, какого угодно. То есть, человек, по сути своей, он живет нормальной, полноценной жизнью, где нет вредных привычек, где есть определенные цели, задачи, есть смысл этой жизни, есть понимание того, что есть вечность. Есть Судный День, где тебе отвечать за свои поступки. Джихад. Что такое джихад? По сути своей, джихад, это вот сам глагол, и само это слово, это приложение усилий. Приложение усилий? Да. Читая, да. То есть, приклад усилий, там есть понятие в научном направлении приложения усилий, в жизненном направлении приложения усилий. В том числе, в военном. То есть, есть разные жизненные обстоятельства приложения усилий. Но на сегодняшний день даже невооруженным взглядом видны люди, как бы проницательные и благоразумные, они видят, что просто это игра разыгранная. То есть, я не знаю, вот сейчас выйдет скоро на экраны тот же самый фильм «Новый Мюнхен», это был просмотр его такой, пробный просмотр. Вот тот же самый Спилберг, он старается понять вообще, что, почему люди убивают друг друга. О расстреле исламскими экстремистами израильской команды на Мюнхенской Олимпиаде и затем многолетней мести Израиля, Масада, исламистам. Да, но вся суть, опять же, на сегодняшний день, если говорить о той же самой понятии Чечне, если просто политику тех времен, то есть, если история покажет все это, сколько людей им страдалось, да, этим чечнецам это никогда и не нужно было, ни эта война, ни все эти убийства, ни все, народ настрадался просто ужаснейшим образом. И быстрее бы все это закончилось. Но кому это нужно? Посмотреть, Подмосковье, те чиновники, которые там работали в те времена, они живут лучше, чем короли прошлого или настоящего. То есть люди просто-напросто, как очень хорошо один из героев сказал в современном фильме, он продавая нелегальное оружие, ему говорят, вот твоим оружием убивают же. Он говорит, да, президент Америки продает в сотни раз больше, чем мне оружие, и большее количество людей он убивает, просто он делает это легально. Поэтому разыгранность карты мусульманской и понятие того, что да, есть, пожертвовать собою, но ради чего? Не ради разрушения, а ради созидания. Когда мне говорят, джигад в Чечне есть или нет, то я говорю, послушайте, джигад в Чечне – это восстановление республики и налаживание мирной жизни с точки зрения канонов ислама. Имам Шамиль, ну мы не можем спорить с тем, что по статистике, наибольшее количество терактов, связанное с самоубийцами, почему-то так или иначе стараются объяснить понятием шахид и джигад. Почему-то все они родом из ислама. Последние несколько десятилетий, а история ислама 1400 лет. Последние несколько десятилетий, если просмотреть историю, только последние несколько десятилетий и все. Есть ли в Коране, есть ли в хадисах хоть какое-нибудь обоснование такой потрясающей жертвенности? Обосновать можно все, что угодно. Можно это в Библии обоснование. В Библии есть относительно уничтожения тех, кто не верует в Бога, есть очень жесткие строки. В Коране даже таких нет. Но суть в том, что разыгрывать ту карту библейскую просто неуместно будет, не получится, тем более Европа не восприняется христианской. Но разыграть это на мусульманской волне возможно. И вот реально эти все вещи с точки зрения канонов исламских рассматриваются как разбой. Человек, совершающий теракт, люди, которые организуют теракт, они все заслуживают смертной казни. Вот и все. Об этом мало кто говорит. Если говорят, это не слышно. И подчеркиваю, что 1400 лет такой истории не было. Убийство людей и вот такие всякие террористические акты. Это всего лишь последние десятилетия. Да и то, вот у Спилберга, если посмотреть, он старается покопаться, показывает ту же самую Европу, где есть самые разные террористические, не мусульманские организации, которые между собой представляют те или иные интересы и убивают практически друг друга. Ну давайте поглядем по телефону. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роберт, я звоню из Москвы. Очень приятно. Здравствуйте, Шамиль. Здравствуйте, Дмитрий. Я вот хотел задать вопрос, на половину, на четверть, точнее, на треть, вы на него уже ответили. Что такое джихад, что такое газавад, и чем они отличаются друг от друга, это самое главное. Спасибо большое. Ну, газавад, джихад, как бы, газавад это не арабское слово, джихад это арабское. Вот, в общем-то, и то, и другое переводят, как священная война, обычно переводят. Например, если даже взять толковые слова татарского языка, советские времена выпущены, там, если, например, слово есть джихад, там пишется, что, на татарском пишется, что это защита своей Родины. То есть вот есть, как я сказал, приложение усилий в основе своей, в благом, в том числе и в защиту своей Родины. И в немалой степени играют именно на этом. Когда Палестина, или же на Кавказе какие-то проблемы, что мою Родину захватили, этот термин прокручивают, его рекламируют, запускают, что кто-то захватил, нужно освобождать. Все, давайте освобождать. А газавад? Это одно и то же. Сам термин. Но в арабском языке газавад такого слова нет. Он больше, он для нас, в России больше употребляет. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. А нужно Самару беспокоить? Что-что? Самару. Вот имам Шамиль. Знаешь, вопрос следующее. А вот почему за последние 10 лет, значит, это, согласно Пакараму, очень много научных подтверждений нашли? Вот почему в российских мечетях не проповедуют ислам с точки зрения науки? Очень мало, я посещаю частные мечети, и очень мало вижу вот, то есть, прийти к ислам через науку. А какие, например, нашли научные подтверждения Курану? Например, шахи в Кусто, теория изотопии и геологии. Что-что? Да их много, говорят, уже более десятки. Спасибо. Не, но в любом случае, есть мрачетка в Куране, говорится о том, что, например, там два потока, которые между собой не смешиваются. То есть, в морях, вот уже в наше время найдено то, что вот два течения, пресная и соленая вода, они между собой не смешиваются. Как будто между ними есть какая-то преграда. Хотя между ними преграда нет. В Куране просто проходится, что, то есть, вот, Всевышний сотворил и это. Но суть, я, например, как сказать, не сторонник делать акцент именно на этом. То есть, для человека, который верует во Всевышнюю, в ком есть вера, хоть зернышко этой веры, и дает какой-то, вот, пускает корни, дает какой-то росток, по сути своей, в любой жизни ситуации есть то, что даже, как арабский поэт говорил, то есть, в каждой вещи есть знамение, указывающее на то, что Бог один. Вот, поэтому, но на сегодняшний день, да, есть научные, там, различные роды подтверждения, но, никаких проблем, где-то об этом говорят больше, где-то говорят меньше. Но в любом, в то же время, человек, который не хочет воспринимать, например, Куран, как Священное Писание, ему хоть сколько, даже в Куране, даже говорится о том, что, даже если ты, то есть, человек неверующий, вот, как бы, пророк, как сказать, эмоционально порой себя мучил тем, что люди не слышат его проповедь, о понятии Бога, о единственности Творца, ему как раз идет повествование о том, что даже если ты сделаешь, поставишь лестницу в небеса, то есть, такое, то есть, можно будет подниматься в небо высоко, или же ты прокопаешь туннель под землей, то есть, там, чуть ли не вот, насквозь всю землю пророешь, то есть, что бы ты ни сделал, они все равно не уверуют. Говорит Аллах по пророку. Да, то есть, есть четко такой текст в Куране, то, что, что бы ты ни сделал, вот, человек неверующий, он все равно не уверует. Так, что же теперь делать? Здесь, суть-то в чем, говорил пророк, каждый новорожденный появляется на этот белый свет с верой. А потом уже родители, там, родители дают ему то или иное воспитание, христианское, иудейское, языческое, мусульманское, самые разные. И какие культуры, какие ситуации. И в любом случае, в каждом человеке, у каждого человека есть, вот, окошко посмотреть на мира с точки зрения человека верующего. Ну, просто нужно это открыть и посмотреть. Кто-то, возможно, со стороны постучится. Мой друг, мой товарищ, мой компаньон, чьи-то там, муж, что-то для себя откроют, дети мне что-то откроют. То есть, это разные причины могут быть. Или просто какое-то просветление, да, вот, просвет. Какое-то просветление. Но у каждого свой духовный путь. Спасибо, Имам, за такое высокое, как бы сказать, такое высокое синонимическое положение нашей программы. Очень приятно. А знаете, какая вещь? Давайте поговорим по телефону. Алло. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы более приземленно поговорить по поводу сегодняшней ситуации, по поводу калькатуры и всего такого. Как вы считаете, уважаемый Шамиль, вот процент людей, которые сейчас нападают на даданское посольство, они все исламисты? Или это стадное чувство, простите? Ну, как я сказал, вот возьмите миллиард 300-400 миллионов. Вот даже то, что показывают, наши обычно любят показывать такое толпу. Ну, пишут там, здесь там 5 тысяч пришли. Тут 10 тысяч всего лишь. Буквально в двух государствах там, может, в трех государствах. И опять же, это толпа, которую подогревают. Здесь у нас в свое время, когда транслировался футбол, что натворили на той же самой Тверской. У одного из моих друзей там была прекрасная машина, стояла, просто ее всю изуродовали. Очень дорогую машину, просто ее всю уничтожили. Поэтому толпа, и вот тем более, когда это все поджечь и направить, она может делать все, что угодно. Но все равно в данном случае можно понять. Когда у меня спрашивают по этой теме, я говорю, знаете, недавно даже немец один спрашивал, я говорю, знаете, то, что сделала Дания, вот огромное количество мусульман, верующие они очень сильно, мало верующие, религиозно-практичные, религиозно-практичные, но понятие Бог и понятие Пророк для них святы. И поэтому данный поступок, определенного рода оскорбления, он дал осадок в душе, неприятный осадок. И он просто так не удалится. Не то, что люди будут ненавидеть, не то, чтобы люди будут что-то рушить, или какая-то там война начнется, не в этом смысле. Но у людей выпал осадок. То, что их на самом деле, вот их очень святое для них задели. И как это проявится, даже просто вот, как минимум в нейтральное отношение к той же самой Дании. А что касается, например, правительств или государств, то по сути своей, их в основе своей обязанностью было бы, вот как только это произошло, если это явное оскорбление, они оценивают по-своему, что это оскорбление, в этом случае они просто-напросто завершают все экономические отношения с той же самой Данией. Вот и все. Вы полагаете, что правы наши татарские соотечественники, руководители крупнейшей, если мы правильно ориентированы, казанской или татарской сети продовольственных магазинов, что убрали с прилавков все товары датского происхождения. Также можно лишиться прекрасного пива и чудесной ветчины. Она-то чем... Ну, в смысле, не ветчины, а колбасы. Яна-то чем виновата? Во-первых, что касается колбасы, оттуда халяльная не придет. Это мусульмане едят только халяльное, то есть определенное мясо. Из Данией оно не придет. Это мясо. То есть хоть баранина, хоть говядина. Что касается пива, то только безалкогольные мусульмане пьют пиво. Но в любом случае то же самое безалкогольное пиво есть у нас и в России производится. И то есть те, кто пьют, а многие даже это не пьют. Ну так в тотале много и не мусульман. Что ж такое? Ну пиво-то, господи. Нет. Не глупо ли это? Нет, понятно. Здесь суть в чем. Вот очень хороший был пример в истории во время Османской империи, когда однажды во Франции, ну как бы в истории это есть, во Франции была поставлена инсценировка, там спектакль с участием как бы пророка. То есть какой-то герой играл пророка Мухаммада. Какие-то были такие немножко оскорбительные моменты. Так вот правитель Османской империи пишет письмо и говорит, что если вы не снимете с репертуара данный спектакль, то я вам пришлю в войско, начало, которое будет у вас, а конец у нас. И спектакль сразу сняли. То есть уже тогда мусульмане демонстрировали странное представление о миролюбии, заложенной в основу ислама. Войска никто не отправлял, войска никто не отправлял. Но просто-напросто была взята... Дипломатически, то есть есть понятие дипломатии, разные уровни дипломатии. На сегодняшний день Америка что говорит? Мы вас всех тут разнесем и что там со земли сотрем. То есть есть разные уровни дипломатии. Брать это там 500 лет назад и сегодня. И по тем годам в любом случае делается тот шаг, чтобы прислушались. Еще надо, наверное, отдать отчет. Мы, по-моему, это говорили. Вот тут часто журналисты говорят, позвольте, но ведь мы же помним и Феля, и Ферлуфа Битструпа, и кто только не изображал. И Спасителя в смешном виде, и Саваофа. Надо же отдавать себе отчет, что для мусульманина вообще любое изображение и пророка, и Аллаха это совсем не то, что любое изображение для христианина. Будь то троицы, будь то богоматери. Тут вообще-то никакое изображение невозможно для мусульманина. А уж тем более это, а уж тем более это, ну там, карикатурное. Вам не кажется, что так как это появилось в сентябре, а шум пошел только теперь, вам не кажется, что кто-то хорошо знал, что за кумулятивная сила у этого снаряда? Ну, как говорят некоторые, то, что Америка готовит почву для удара по Ирану. Просто пробуждает. А Иран готовит почву для демонстрации своей силы по всему миру. Послушайте. Ну, политика, к которой я очень так отрицательно к ней отношусь, и по сути своей, то есть вот, обычной проповедь я очень часто говорю, то, что есть вещи, которые в жизни мы не изменим. Но есть вещи, которые мы в состоянии изменить. И вот нужно то, что делать, то, что мы в состоянии сделать. И в данном случае даже на уровне правительства если не решили давать какую-то, выставлять экономическую блокаду, их дело, то есть они не видят в этом рациональности, нет проблем. Неразумно совершенно та же самая толпа, которая поджигает посольство Дании. Абсолютно неразумно. Но данный поступок он должен, и вот даже как с одним из верующих виделся на днях, он говорит, приятно было, когда показывали демонстрации в Дании, написано sorry, то есть, простите нас. Я надеюсь, дорогие друзья, что только что вы получили достаточно пищи для размышлений, и возможно кто-то из вас возьми да и подумай, а ведь в основе-то светлого учения пророка лежат идеи глубокие, которые роднят ислам со всеми мировыми религиями и вообще с любым прогрессивным взглядом на вещи. Что же это мерзость? Ну, то еще знаете, сколько и везде. Большое вам спасибо, уважаемый имам Шамиль, даю вам Бог здоровья и успеха вашей трудной деятельности на благо и учения, и всего человечества. Спасибо вам тоже. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok